Всем добрый вечер! Инженер Томас Уэлч из Орегоны оступился и упал с высоты в воду при проведении работ над будущей лесопилкой, ударившись при этом у перекладины подмостков. Это увидело несколько человек, и тут же были организованы поиски. Примерно через час его удалось найти и вернуть к жизни. Но душа Томаса в этот промежуток времени была далека от места трагедии. Упав с мостков, он неожиданно для себя очутился у огромного огненного океана. Это зрелище поразило его и внушило ужас. Озеро из огня простиралось вокруг него и занимало все пространство. Оно бурлило и грохотало. В нем никого не было, и сам Томас наблюдал его со стороны. Но вокруг, не в самом озере, а рядом с ним, было довольно много народу. Одного из присутствующих Томас даже узнал, хотя и не разговаривал с ним. Они когда-то вместе учились, но тот умер, будучи еще ребенком от рака. Окружающие были в какой-то задумчивости, были как будто сбиты с толку, задачены зрелищем страшного озера из огня, рядом с которым они очутились. Сам Томас понял, что вместе с ними попал в тюрьму, из которой нет выхода. Он подумал о том, что если бы знал заранее о существовании подобного места, постарался бы при жизни делать все от него зависящее, чтобы сюда не вернуться. Как только эти мысли промелькнули в голове, перед ним появился сам Иисус. Томас обрадовался, так как поверил, что тот поможет ему выбраться оттуда, но просить помощи не посмел. Иисус прошел мимо, не обратив на него внимания, но перед тем, как уйти, обернулся и посмотрел на него. Этот взгляд вернул душу Томаса в его тело. Он услышал голоса людей, находившихся рядом, а потом смог открыть глаза и заговорить. Этот случай был описан в книге Морритс Роллингза под названием «За порогом смерти». Там же можно прочитать еще несколько рассказов о том, как во время клинической смерти души оказывались в аду. Одна пациентка умирала от сердечного приступа. У нее началась отдышка, после которой она почувствовала, что отделилась от тела. Внезапно она очутилась в мрачной комнате, где разглядела ужасное существо огромного размера. Он наблюдал за ней. Рядом бегали карлики и бесы. Это чудовище поманило ее к себе, и женщина против желания пошла за ним. Вокруг была темнота. Раздавались стоны людей. Около нее кто-то все время бегал. Она чувствовала их прикосновение к ногам. Потом туннель закончился. Она очнулась среди еще более мерзких тварей. Женщина плакала, но ничего не могла изменить. Но тут гигант, который сопровождал ее, отослал ее назад. Она поняла, что ее пожалели. В тот же миг она очнулась в своей кровати в госпитале. У другого пациента начались сильные боли из-за воспаления поджелудочной железы. Ему давали лекарства, но они не особо помогли, и он потерял сознание. В этот момент он начал уходить через длинный туннель, удивляясь тому, что не касается его ногами. Перемещался как бы плавая в пространстве. Это место было очень похоже на подземелье или пещеру, наполненную жуткими звуками и запахами гниения. Часть увиденного он забыл, но в памяти всплывали злодеи, облик которых лишь наполовину был людским. Они говорили на своем языке и передразнивали друг друга. В отчаянии умирающий воскликнул «Иисус, спаси меня!». Тут же появился человек в сияющем одеянии и посмотрел на него. Тот почувствовал указание о том, что надо жить иначе. Больше этот человек ничего не запомнил. Возможно, сознание не захотело держать в памяти все ужасы, которые он там видел. Кеннет Хаген, который стал священником после опыта клинической смерти, описал свои видения и переживания в брошюре под названием «Мое свидетельство». 21 апреля 1933 года его сердце перестало биться, а душа отделилась от тела. Оно стало спускаться все ниже и ниже, пока полностью не пропал свет земли. В самом конце оно ощутился в кромешной тьме, абсолютной черноте, где не мог разглядеть даже руку, поднесенную глазам. Чем дальше он спускался, тем более жарким и душным становилось окружающее его пространство. Потом он очутился перед дорогой в преисподнюю, где видны были огни ада. На него надвигалась пламенная сфера, которая стала притягивать его к себе. Душа не хотела идти, но не могла сопротивляться, так как притягивалась, как железо к магниту. Кеннета обдало жаром. Он очутился на дне ямы, рядом с ним оказалось некое существо. Сначала он не обратил на него внимания, завороженный картиной ада, раскинувшейся перед ним. Но это существо положило руку между его локтем и плечом, чтобы проводить его в сам ад. В это время раздался голос, голос самого бога. Слов будущий священник не понял, но почувствовал его силу и мощь. В этот момент его спутник ослабил хватку, и какая-то сила вытащила его наверх. Он ощутился в своей комнате и проскользнул в свое тело так же, как и вышел, через рот. Бабушка, с которой он очнувшись заговорил, призналась, что считала его уже мертвым. Есть описание ада и в православных книгах. Один человек, мучившийся от болезни, молился Богу, чтобы тот избавил его от страданий. Ангел, посланный им, предложил страдальцу вместо одного года на земле провести три часа в аду, чтобы очиститься душой. Тот согласился, но, как оказалось, напрасно. Это было самое отвратительное место, которое можно вообразить. Везде была теснота, мрак, витали духи злобы, раздавались вопли грешников, были одни страдания. Душа больного испытала невыразимый страх и томление, но на его крики о помощи никто не отзывался, кроме адского эха и клокотания пламени. Ему показалось, что он находился там в вечность, хотя ангел, навестивший его, объяснил, что прошел всего лишь час. Страдалец умолял забрать его из этого жуткого места и был освобожден, после чего терпеливо сносил свою болезнь. Согласно представлениям церкви, ад – это место, где души умерших отдалены от Бога. Грешников мучают угрызения совести и неудовлетворенные страсти, поэтому там постоянно слышен плач и скрежет зубов. Те же потребности, что были у человека на земле, в преисподней будут мучить еще сильнее и не будут удовлетворены. У наркомана будет вечная ломка, у пьяницы похмелье, у курильщика тяга к табаку, чревоугодник будет мучиться без еды, а блудник – от желаний плоти. Но, как ни странно, ад был создан не для наказаний. Оказывается, для грешной души нахождение рядом с Богом тоже является своеобразной пыткой, так как она, погруженная во тьму, не может радоваться свету и благодати. Картины ада страшны и непривлекательны, но они дают повод о многом задуматься, пересмотреть свое отношение к жизни, к своим желаниям и целям. Киану Рис. Когда нам не по себе, когда что-то неприятное случается в нашей жизни, мы начинаем искать прибежище. Обычно им становится еда, алкоголь, секс, наркотики, деньги, власть, отношения с людьми. Но ни одна из этих вещей не дает нам нерушимой защиты или удовлетворения, которых мы ищем. Когда мы понимаем, что не сможем найти нерушимого счастья в самсаре, в нас просыпается сильное желание обрести истинное прибежище. В буддизме мы обращаемся за прибежищем к трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Санхе. Будда подобен лекарю, который выявляет нашу болезнь и знает, как ее излечить. Дхарма – это его учение, то лекарство, которое он прописывает. А Санхе – духовная община, которая помогает вам принимать это лекарство. Обращаться за прибежищем – значит искать защиту от страданий, эффективной помощи. Когда мы начинаем размышлять о подлинной природе реальности и причинах страданий, нам открывается истинный смысл прибежища. Санью Таникая, 15, 3. Слезы В Савадхи Благословенный сказал, с безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше? Слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно. Или воды в четырех великих океанах. Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи, превосходно. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше. Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Акхатарана Сутта Пересечение наводнения Саньютаникая 1.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему. Как вы, господин, пересекли наводнение? Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поглонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Чигалла Сутта Отверстие Санютаникая 56, 48 Монахи, представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ермо с единственным отверстием в нем. И восточный ветер нес бы ермо на запад, западный ветер нес бы ермо на восток, северный ветер на юг, а южный на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха, она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет, просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением, учитель, чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Точно так же это случайнейшее совпадение, что Тадхагатта, достойный и правильно самопробужденный, появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Тадхагатта, достойный и правильно самопробужденный, появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Тадхагаттой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания. Кумарака Сутта. Мальчики. Удана, 5, 4. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда большая толпа мульчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу. Рано утром, Благословенный накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями. По дороге он увидел большую толпу мальчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу. Увидев их, он подошел к ним и, подойдя, сказал, «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» «Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль». Затем, осознав значение этого, Благословенный произнес, «Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую. Если же вы делаете, или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь». Аячана Сутта. О просьбе Брахмы. Санью Таникая, 6.1. Как я слышал, однажды, когда Благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Неранджара, у подножия пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль, Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворенно, чиста, лежит за пределами всех суждений, утонченно и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлеченных лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть растворения всех порождений ума, отказ от всех приобретений, прекращения жажды, бесстрастия, угасания самости и освобождения. Буде же стану я наставлять Дхамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня. И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, Дхамма сия слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы по кровам, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных Дхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мысли благословенного, помыслил, «Горе этому миру!» Ум Татхагаты, Раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению Дхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О, повелитель, изволь же учить Дхамме! Пусть Татхагата учит Дхамме! В этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенье, и они не способны воспринять Дхамму. Однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил Гадхамме. «В прошлом явилась среди магадхийцев нечистая Дхамма, измышленная мраченными. Так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают Дхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже. Так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец Дхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий, узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением. Воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру. Учи же Дхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет. И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. И подобно тому, как в пруду средь синих, красных или же белых лотосов некоторые из них в воде рождающихся и произрастающих распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, а некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахми Сахампати, Гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит, так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным, и, обойдя его справа налево, тут же исчез. Комментарии к сути. На берегу реки Ниранджара у подножия пастушьего дерева баньян. Пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Санюта Никая, 35, 23. Сабба сутта. Все. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, что такое все. Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего, я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. НИБАНА СУТТА ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ УДАНА 8.1 Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес, есть сфера, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия чего бы то ни было, ни сферы ни восприятия, ни невосприятия, ни этого мира, ни следующего мира, ни солнца, ни луны. И там, я говорю вам, нет ни появления, ни движения, ни пребывания, ни исчезновения, ни возникновения. Это не утвержденное, не действующее, не имеющее опоры. Это и только это является окончанием страдания. Ниббанна сутта. Полное освобождение. Два. Удана. Восемь. Два. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами Атхамми, касающихся Ниббаны. В монахе внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес Трудно увидеть не подвергающиеся влиянию. Истину увидеть непросто. Жажда пронизана в том, кто знает. Нет ничего для того, кто видит. Ниббана сутта полное освобождение Три Удана 8-3 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал, воодушевлял монахов беседами о Тхамме, касающихся Ниббаны. Монахи внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Тхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес «Монахи есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное». Если бы не было этого нерожденного, неустановленного, несотворенного, несконструированного, то не было бы возможности освободиться от рожденного, установленного, Но именно потому, что есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное, можно распознать освобождение от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Ниббана сутта. Полное освобождение. Четыре. Удана. Восемь. Четыре. Восемь. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес. Тот, кто зависим, тот неустойчив. Тот, кто независим, тот не имеет неустойчивости. Когда нет неустойчивости, имеется покой. Когда есть покой, желаний не существует. Когда нет желаний, нет появления или движения. Когда нет появления или движения, нет исчезновения и возникновения. Когда нет исчезновения и возникновения, то нет ни здесь, ни там, ни между ними. Это и только это конец страданий. Ити-вутака. Ити-вутака – это четвертая книга Кхуда Каникаи. В собрании Ити-вутаки содержится 112 суд, каждый из которых начинается с фразы «Так, Ити, было сказано в Утаме, благословенным». Все собрание Ити-вутаки традиционно приписывается мирянке по имени Кхуджутара, которая жила во дворце царя Удэне из Касамбе и была прислужницей у одной из его цариц – Самавати. Поскольку сама царица не могла покидать дворец и слушать проповеди Будды, вместо нее отправлялась к Худжутара. Она запоминала все, что говорил Будда, а затем возвращалась во дворец и пересказывала это царице и пятиста служанкам. За подобные старания в запоминании Дхаммы Будда нарек к Худжутару, самый выдающийся среди буддисток-мирянок в плане изучения Дхаммы. Она также была достаточно хорошим учителем, когда позже дворец сгорел и в пожаре погибли все пятьсот служанок вместе с царицей. Будда отметил в Удане 7.10, что все эти женщины достигли как минимум первой степени пробуждения – Сатапана. Некоторые ученые считают, что сутты Итивутаки являются одними из наиболее древних. Так было сказано Благословенным. Сказано Архатом. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано. Жажда, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущие. Правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Итивутака. Один. Два. Так было сказано Благословенным. Сказано Архатом. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте отвращение, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано. Отвращение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, недовольные. Правильно распознав это отвращение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Итивутака. Один. Двадцать семь. Так было сказано Благословенным. Сказано Архатом. И так я слышала. Все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению в небесных мирах, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как свет всех звезд на небе не может сравниться даже с одной шестнадцатой долей сияния Луны. Поскольку Луна, превосходя их, сияет и пылает ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в конце сезона дождей осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце озаряет все то, что погружено во тьму, сияющее и пылающее ослепительным блеском, Так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в предрассветных сумерках светит утренняя звезда, сияющая и пылающая ослепительным блеском, Так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. В осознанности, развивая безграничную доброжелательность, поты изнашиваются, поскольку виден конец обретений. Если с неомраченным умом вы испытываете доброту даже к единственному существу, вы разовьете умелое от этого. Но благородный развивает доброту ко всем существам, и это изобилие заслуг. Царские предсказатели, покорившие земли, населенные живыми существами, свершают жертвоприношения. Они приносят в жертву лошадь, человека, свершают водные обряды, обряды тела, обряды беспрепятственности. Но это не сравнится и с одной шестнадцатой ума, развившего доброжелательность, подобно тому, как все созвездия, не превзойдут одной шестнадцатой блеска луны. Тот, кто не убивает сам, не принуждает к этому других, не завоевывает сам, не принуждает завоевывать других, с доброжелательностью, относясь ко всем, ни с кем не имеет вражды. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Ити вутака 4.1 Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Я — Брахман, отзывчивый к просьбам, великодушный, носящий свое последнее тело, непревзойденный доктор и хирург. Вы — мои дети, мои сыновья, рожденные из моего рта, рожденные из Дхаммы, созданные Дхаммой, наследники Дхаммы, а не материальных вещей. Есть два вида даров — дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий — дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться — материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух наивысшим является вот что — Дхамма. Есть два вида помощи — помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух наивысшим является следующая — помощь Дхаммой. Есть два вида массовых подношений — массовое подношение материальных вещей и массовое подношение Дхаммы. Из этих двух наивысшим является следующее — массовое подношение Дхаммы. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. «Щедрый, делающий массовое подношение Дхаммы, Татхагатта, сострадательный ко всем существам, такому, лучшему из существ, божественных и человеческих, живущие оказывают почтение тому, кто вышел за пределы становления». Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала.